Всем большой-большой привет, мои дорогие, любимые! У Глеба, у моего сына, каникулы сейчас дополнительные для первоклашек, поэтому всю неделю я ужасно загружена именно своим ребенком, посвящаю все свое свободное время в основном только ему. Один раз, по-моему, я ходила там по делам. Вот, а так вот все время мы вместе, даже в спортзал я не хожу, потому что, ну, я как-то ему один рассказала, ты останешься один, я схожу в зал, он говорит, мама, ты что, а вдруг пожар? И вот он меня так этим словом напугал, и я подумала, действительно, лучше я не схожу в зал, но потом, знаете, не буду об этом жалеть. Вот, и, в общем, занимаюсь дома пока, ну, без физоупражнений я не могу, поэтому занимаюсь дома. Вот, ну и так как я всю эту неделю с ним, я, знаете, много готовлю, много убираюсь, и вот сегодня я решила сходить в магазин, сейчас пойду в магазин, такой рыночек у нас там есть, и хочу купить там рыбки, различного мяса, и прийти домой это все, знаете, там разделать на порции, фарш, возможно, сделаю, ну, в общем, посмотрю. И хочу, как бы, сделать немножко впрок. Совсем много впрок я делать не буду, потому что я этого не люблю, потому что, ну, в принципе, есть возможность, да, сбегать в магазин, все это купить, да и, в крайнем случае, заказать доставку, вот. Но немножко, на несколько, там, дней, на неделю вперед я все же сделаю. Вот, ну, в общем, посмотрим сейчас, что получится, я не знаю еще вообще, что я куплю. В общем, покажу вам все. Ну, что, мои хорошие, сходила я сейчас на рыночек, очередная у меня была закупка, и все вам сейчас покажу. Сначала я купила свинину. Давным-давно уже я не покупала свинину, ну, вот тут зашла в отдел, где все только свиное, и, значит, думаю, ладно, возьму. Взяла я два ребрышка свиных, вырезку и шею. Все это у меня вышло на 760 рублей. Затем, потом я пошла в такой отдел, где рыба, взяла филе, как это, господи, трески, вот. Забыла рыбу, филе трески, и вот такую вот рыбинку-форельку. Не знаю, сколько там на что вышло, именно по весу я имею в виду, но цена вот за филешку и за рыбину 1225 вышла. Потом зашла в отдел с оленей, взяла вот такие вот маринованные огурчики, они очень вкусные, и квашеную капусту. Значит, здесь у нас цена 185. Я подглядываю, там себе выписала. Потом пряники, по-видимым каким-то дети у меня такие очень любят пряники, 163 рубля. И две свеклы, пучок укропа и пучок петрушки. Это у меня вышло на 96 рублей. Вот такая вот закупка. Что планирую делать? Сейчас я вообще хочу все это привести в порядок. Рыбу всю разделать, мясо там разделать, кое-что на фарш. Ну, в общем, буду вот этим всем заниматься. Заготовкой такой, да. Вот это тоже то, что филе трески. Вот здесь много даже нам, оно такое большое филе. Много нам, я хочу рыбные котлеты сделать на один раз. Поэтому я разделю, наверное, получится даже, наверное, на два раза. Может быть, сразу уже котлеты сейчас налеплю и заморожу, скорее всего. А вообще по плану у нас вот я хочу рыбные котлеты сделать, борщ сварить. Ну, в общем, все увидите. Сейчас я это все приведу в порядок. Вот видите, я говорила вам, что у нас стройка начинается. Вот это здание, которое было перед нашим домом, но оно безобразное. Мне оно ужасно не нравится. Это какая-то такая, как автобаза была. В общем, его будут сносить. Вот здесь все уже огородили забором таким. Видите, какое вот теперь тут у нас творится. Прямо вот именно по границе с детской площадкой все огородили. И вот будут это здание сносить и застраивать здесь дома. У меня посудомойка постиралась. Извините за звуки. Постиралась, помыла посуду. Я уже все перепутала. Стирали машину с посудомойкой. В общем, будут тут несколько домов застраивать. Садик, школа, спортивный комплекс. Ну, все как обычно. Я безумно рада, потому что вот это, эта гадость редкостная. Вот здесь, вы знаете, из окна вид. Будет у нас красиво. Но, сами понимаете, это пыль, это шум. И это на много лет. Ну, ладно, как есть. Ну, все, мои хорошие. Я уже здесь все сделала так, как хотела. И фарш, и мясо разделила. Сейчас покажу, что получилось. У меня тут тая вокруг ходит. Запахи-то, запахи. Тая, кыш. Иди. Ты недавно тая кушала. Все. Значит, что у меня получилось из рыбы. Разделала я рыбку и голову, хребет. И там кусочки с мясом тоже. Один такой вот, как маленький стейк. Все сюда, в пакетик. Это уже у нас пойдет на уху. Финскую уху буду делать со сливками. Здесь, значит, рыбку я разделила на стейки. Вот такие вот, видите. Будем жарить. Это на раз пожарить. Вторую половинку я уже засолила в контейнер. Сейчас пойдет это все в холодильник. Значит, вырезку. Там было две вырезки. Вместе они заморожены были. Разделила на две части. Значит, одну вырезку в один пакет, второй в другой. Это на два раза приготовление будет. Свиные ребра. Немножко я отрезала половинку от одной части. И сейчас у меня варится бульон на борщ. А остальное я буду, знаете, так их отваривать. А потом уже отваренные еще обжаривать с картофелем, с луком, с морковью. Будет очень вкусно. И от кусочка с шеей я отрезала небольшую часть и сделала фарш. У меня был маленький кусочек тоже куриного филе. И вот я сделала, получается, у меня сочетание свиной шеи с курином филе. Сделала котлеты. Сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь котлет. Видите, вот. Значит, из трески я сделала рыбные котлеты. Так, их у меня получилось девять. Девять котлеток. Вот, получается, с сегодняшней закупки у меня очень даже много чего будет приготовлено. То есть мы сварим с вами и суп, и пожарим рыбку. И у нас и соленая будет рыбка. И из вырезки свиной тоже много можно что приготовить. У меня любят с томатом сын, когда я тушу вырезку. И, знаете, там с макарошками, с подливочкой, что-то такое. Да и просто ее, на самом деле, это универсальное. И можно и стейки такие сделать. Медальончики запечь. Тоже очень вкусно будет. Ребра. Ну, все, все практически любят ребра. Да, вот такое рагу с картофелем. Тоже это очень вкусно. Из этого я также буду запекать с картофелем. Возможно, в горшочках. Ну, и вот котлетки, сами понимаете, сейчас это все заморозится. Я вот, видите, как замораживаю на доску разделочную. Надеваю пакетик. И уже замораживаю. Как только котлетки мои замерзнут, я их уже, конечно, в отдельный пакет переложу. Так они лучше отлипают потом от пакета, да и доска не пачкается. В общем, очень классно. Все, довариваю борщ и покажу вам свой борщец. Вот такие простые, но тем не менее, очень вкусные блюда у меня получились. Ярко-красный ароматный борщ. И пюре с рыбными котлетками. Пюре я взбиваю блендером, и оно получается необыкновенно вкусное, воздушное. Ну, и котлеты, конечно, получились сочные. Ну, все, мои хорошие, вот такая вот у меня сегодня программа по готовке. Я считаю, я ее выполнила. Ушло у меня на это совсем немного времени. Ну, как-то рука уже набита. Я вам вообще говорила, что я готовлю каждый день свежие. То есть, это обед свежий и свежий ужин. У меня уже так вот вошло это в привычку, и я делаю очень быстро. Ну, не то чтобы тяп-ляп, но просто, вот знаете, там, ну, нет у меня таких блюд, которые вот занимают прям очень много времени. А если что-то там необходимо более много, да, времени для какого-то блюда, то я просто готовлю эти ингредиенты, там, может быть, отварю с вечера, там, или, ну, как-то, в общем, приспосабливаюсь, вот и все. А так, да, очень быстро у меня и на котлеты, на эти все, и борщ я быстро сварила. И все, короче, классно и круто. Вот, единственное, тут время надо на магазин, чтобы пойти вот на этот рынок, там все посмотреть, повыбирать, а так остальное все ерунда. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, я буду вам рада. Пока-пока!